Месяц на дворой отражается Звезды на земле рассыпаются Тихо напою, пою, пою Песенку свою, колыбельную Ой, да и ой, облаками снежные И стелется за окошком и угол И тельется, словно сказка Всем непрепетная Скоро ночь придет К нам волшебная Когда рожка замыкла В юность облежная Скоро в гости к нам пришла Ночь волшебная В ночь волшебная В ночь волшебная Промчались месяцы, недели Часов нам не подбластен год И снова мы у колыбели В которой дремлет новый год Родился он из тучки белой Малыш пленяет красотой Пускай мальчишка будет смелым Пускай сияет добротой Ум тоже много значит Поверь рассказам старика Не обойтись и без удачи Пусть будет жизнь его легка Пускай мальчишка будет честным Способным к добрым чудесам Пускай растет малыш чудесный Не по годам, а по часам Пускай мальчишка Ой, дедушка! Кто это? Не узнаешь? Это же тот самый малыш Который только что мир надремал на тебя на руках Получается, ты? Новый год? Разумеется! Чего же тут удивительно? Быстро же ты подрос! Тут и без волшебства не обошлось Спасибо дедушке Морозу И тебе спасибо, Снегурочка За что? За колыбельные песни, которые ты пела За чудесные сказки, которые ты читала Пришло время тебе и самому сказки рассказывать Вот книга сказочных историй Подарок тебе на день рождения Эта книга непростая, волшебная С помощью нее ты сможешь попасть в любую только сказку, которую только пожелаешь Как здорово! Но у меня есть к тебе небольшая просьба Во время своего путешествия не забудь побывать в четырем сказках Они отмечены за классы В них живут мои родственники Семьи волшебники из разных стран Каждый из них хранит один из оконков новогодней елки Сделай их, собери их и принеси их на новогодний праздник Это очень важно! Никогда бы не подумал, что огни для елки Это важно! Еще бы! Ведь Новый год для того и придуман Чтобы на елочках загорались разноцветные огни Под Новый год они разбегаются по всему миру, наполняя мир красками Именно поэтому трава зеленеет, а яблоки наполняются красным цветом Без них мир был похож на черно-геленую фотографию Можно и так сказать Мы, зимние волшебники, создали четыре волшебные краски Желтую, синюю, зеленую и красную Их мы назвали огнями новогодней елки И по традиции именно Новому году предстоит собрать воедино И зажечь на ветвях новогодние ели Это большая честь! Но что, если у меня не получится? Обязательно получится! Но если возникнут трудности, мы с ребятами обязательно тебе поможем! Да ведь, ребята? Да! Девушка, а можно я приеду вместе с нового года? Конечно, внучка! С одной и с роднёй познакомишься! Ну да разговоры разговорами, а нам пора в путь отправляться! Открывайте книгу и... Сказку! О! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Что только она способна заставить розы свистеть посреди зимы. Что даже с собой снежная королева ее боится, когда меня. Нет, вы только послушайте их. Любовь, нон, закрепечусь. А я и забыла, как болезнь она вспоминает о победе. Эти девчонки что-то сказали? Я? Да как можно? Смотрите, а там кто идет. Здравствуйте! Простите за беспокойство. Попределите, выходите, вы как раз мы ждали. Ждали? Конечно, нас предупредили о вашем приходе рождественский мисс. Правда, он говорит, что гость будет уйдет. Но ведь по гостям... Это намного лучше. Извините, но кто вас предупредил, что он приходит? Говорю же, рождественский мисс. Так у нас в Дании назовут маленьких человечков, которые в празднике дали детям подарок. Но чего же вы стоите на пороге? Проходите. Мы же не ошиблись. Вы Новый год? Да, а вы? Я? Снегурочка. Внучка, деда Мороз. Внучка, у вас тебе не годится? Очень приятно. Вы слышали? Новый год и внучка Мороза. Угу, не постижи, ма. И все ли же достались нам соперники. Не вздумайте сдаваться раньше времени. Это лишь начало партии. Но где же самый рождественский мисс? Как не те, кто с ним разнакомился? Так уж получилось, что он поселился прямо у нас за печкой. Но, видимо, сейчас он закрывал. Да, так и есть. Там на него действует молоко, которое Герда оставляет на у печки. Но у нас совсем мало времени. Он не обидится, если мы его разбудим. Я думаю, он простить не может. Только предупреждает. Спит он очень крепко. Кажется, у меня появилась одна идея. Что, если мы с ребятами попробуем его разбудить? Вы согласны? Да. Отлично. Тогда запоминаем слова. Низ-то, друг, простись и бой. Новый год перед тобой. Запомнили? Да. Три-четыре. Низ-то, друг, простись и бой. Новый год перед тобой. Низ-то, друг, простись и бой. Низ-то, друг, простись и бой. Такой уж порядок. Небажный, как знать. Хочу я вам волки подарить. Вот мой огонек. В нем вся зелень, поверь. Его обоих нет свет. Сияние севера, лист по весне. Прошли отражения в волшебном огне. Мой дарный лицензий, хранитель как классный, В обе кармане злодеи будут рады, А мне попрощаться настало пора. Скучал от Иисуса весь год детвора. Спасибо вам, Рождество Фениса! До свидания! А дело все это много серьезней, чем я предполагала. А по-моему, было очевидно, что кто-то кроме нас будет искать огни. Я это предвидела. Вы настроены чересчур пессимистично. В самом деле, давайте рассуждайтесь. Нам совершенно не ясно, где спрятаны еще три краски. И кто может быть их родительным? Значит, найти их не представляется возможным. Это, с вашего позволения, и называется холодной логикой. Настоящему азартному игроку не признала сдаваться в начале партии. Главная шахматная игре – это хитрость. Она данной поможет. Искать пресловутые огни нам без надобности. Снегурочка и Новый год сами их найдут. А мы их встретим у звездной ели. Огни окажутся в одном месте, и погасить их составим труда. Шаг и мат. Вот видите, у вас начинают просыпаться азарт. Предлагаю отправиться к звездной ели. Гостей нужно встретить по первому разряду. Звездной ели. Звездной ели. Субтитры подогнал «Симон» 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 Что это мы здесь устроили? В моем волшебном магазине игрушек есть правила. Я думаю, если гласим, что игрушки не имеют права покидать стеллажи и витрины, и тем более устроены в зале балаган. Тереза, посмотрите на себя. Вы потеряли товар на медь. Но ведь сегодняшний год. Пожарная фея. Фея? Я, между прочим, без пяти минут баронесса и требую соответствующего обращения. Порядочные люди и игрушки это знают. Простите, сеньора баронесса. Тереза, Тереза. Тереза, ну где же ты? Где ваша писная книжка? Я уже третий день не могу ее найти. Пожарная, сеньора баронесса, убежала прямо на вашем рабочем столе. Наверняка она была погребена под кипами писем. Все хотят получить от меня хорошие подарки, но когда речь находит об оплате, торгуется, как с продавцом лимонов. Сеньора баронесса, сеньора баронесса, позвольте мне в честь праздника, в честь Нового года уйти сегодня домой немножечко раньше. Невежественные люди только и думают о деньгах и отдыхе. Ужасно, что ты не только думаешь, но и говоришь об этом. До наступления Нового года осталось совсем мало времени. Ведь еще остались те, кто не успел купить все подарки. Вон, погляди, у нас уже есть посетители. Вот что, добро пожаловать в поискаточный магазин игрушек. Не стесняйтесь, проходите. Такого выбора вы не найдете во всей Италии. Да, я слышно, я слышно. Смахни поискологу, ты не спала. Вам что-нибудь подсказать? Может быть, настольную игру? Или нет, нет, пришло, не пришло, как? Нет, нет, мы пришли к вам по делу, а вовсе не за игрушками. Вот как? Что же со дела могут быть в году в Нового года? Самое, что ни на есть, новогоднее. Расрешите представить? Новый год? Бифан, зимняя волшебница, Италия. Тоже это приятное знакомство. Ведь если бы не было в Нового года, дела в магазине считали бы совсем плохо. Подождите. Получается, вы дарите подарки детям не просто так, а продаете их? Да если бы я была так же богата, как все волшебники, я бы раздавала подарки направо и налево. К сожалению, деньги в нашем мире мешают все. А как же волшебство? Добрые чудеса! Мой дорогой, с волшебством в наши дни все еще сложнее, чем с финансами. Ведь своей магической силой я лишилась много лет назад. Как это случилось? Ужасная, ужасная история. Вы знаете, что у нас в Италии есть традиция в канун Нового года избавляться от ненужного хлама. И моя помощница, Тереса, по незнанию выбросила мое волшебное кольцо, в котором была заключена вся моя сила, вместе с остальными нужными вещами. Это она вам сказала? Ну да. И вы ей поверили? Разумеется. Ведь она работает у меня уже десятки лет. Интересно. Если кольцо без восправок у зелена, то почему ее ручки в магазине продолжают жить своей жизнью? Значит, кольцо все еще где-то здесь. Но ведь это невозможно. Уважаемая фея, извините меня за то, что сейчас сделаю. Простите меня, сеньора Баронесса. Я не могу в это поверить. Все это время волшебное кольцо было у тебя? Это правда. Но в последнее время мы почти перестали пользоваться им. Вам как будто наскучило волшебство. А я... Я с детства мечтала стать настоящей волшебницей. Но все это время ты продолжала верой и правдой служить мне и моему магазину. Мыть пол, заваривать мне чай. Конечно. Для этого волшебство вовсе не нужно. По правде говоря, я воспользовалась его силой всего пару-тройку раз. Вот именно. Волшебство теряет смысл, если речь не идет о добрых, бескорестных чудесах. Все хорошо, что хорошо кончается. Волшебное кольцо найдено. Страшно подумать, сколько детей лишилось своих подарков. Нужно срочно это исправить. Но перед этим у меня осталось одно маленькое дело. Тереза, принеси мне мой огонек. Сверкает загадочно желтый огонь, И солнечный свет обжигает ладонь. Он душу согреет, когда на дворе Деревья под снегом точь-в-точь в серебре Сияет под светом ночных фонарей. Мой дарный процент, возьмите скорее. Коварный злодей, но свет победит. Он тьму непроглядную в века светит. Спасибо вам, уважаемая синьора баронесса. До свидания. Спасибо, до свидания. Счастливого пути. Тереза, где же мой чай? Извините. Тереза, где же мой чай? Извините. Субтитры подогнали Симон. 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 Пусть каждые зажгутся на ёлках огни, Пусть краски по миру разносят они, Пусть ярко сияют, ведь в этом их суть. Ну что ж вы стоите, немедленно в путь. Спасибо, держишь, спасибо и вам, ваш миличество. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Гостей, вы поняла, заблудились в лесу. Кто-то, кто меня на самом деле, это можно указать. Не, но ты постарайся. Но ничего, если не поварю. Добрый вечер! Добрый, добрый. Как это у вас, если словно, наше далёте, вы? Это очень долгая история. Мы просто оказались посреди леса. По лошадству, по лошадству. Ой, как сказочно! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер, мистер Волк, разрешил вам подступить на нашем уроке. На самом деле, мы очень спешим! Оставайтесь, впереди у нас только всего интересного. С минуты на минуту должен появиться ещё один год. У нас сегодня прямо день. Бери какой. Итак, тема сегодняшнего урока – подарки. Важно запомнить, что дарить урока бывает намного приятнее, чем получать. Особенно, когда вы рады сделаны своими руками. И вдруг ты конец, потому что у души выбирают урока. Кстати, и дарить радость в виде пола окружающих, можно, как специально, это делать. Пер-на-эль! Пер-на-эль! Как сегодняшний семей waarHEWN Как школу и спыль вспешил старëс��를 все истил. Спасибо всем тем, кто меня пригласил! Однако ж добраться не просто до вас Удал меж деревьев старик в битый час Смелись паутину развилки дорог Я рад посетить в вашей школе урок Зверята лесные, чудесный народ Я вижу, к вам в гости пришел Новый год Новый год! Новый год! Да-да, я узнал вас и должен сказать Подарок я вам обещал передать Вот мой огонек, в нем оставили след Цвет спелой губники, погрядный рассвет Чудесная роза, длинный закат Осенние листья и светлый товар Мой дар, берегите, коварны враги Спешите на елки зажечь огоньки Спасибо вам, уважаемый Гернаэль Нам проходит, друзья, до свидания До свидания, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Правда, если вы сомнены, вам не требуется урок Нисколько, я просто закончила Да, это должно отработать Держите, я отметила вашу честь карандашом Недурно Недурно Очень даже недурно Я удивлена, признаться, я всегда считала, что у вас математически сладко Поэзия и математика Поэзия и математика Это, собственно, диагноз тоже Ну, знаете, и логарифмы Правда, я не до конца понимаю, почему заклинание не может прочитать кто-то один Вы знаете поговорку Одна голова хорошо, а две лучше В магии все то же самое Что ж, осталось дождаться лишь наших гостей Сыграем еще раз Я могу накладывать отличную мину в единую шахматную доску В этом Недурно Смотрите, Снеговичный Новый Гол Тут как тут Добрый вечер Добро пожаловать Вы как раз вовремя Пунктуальность, вежливость королей Здравствуйте А вы кто? За это не узнать, юноша А ты? Мы хранители звездной ели Уже пять сотен лет Так уж мы же Совершенно верно У вас очень знакомое лицо Где восстановить? Да где угодно Внешность у нее достаточно типичная Я бы даже сказала возременная Ах так Не забывайте Мы здесь не для того, чтобы ссориться Извините Вы не знаете как нам сажать огни на новогодней еле? Очень просто Нужно коснуться ели каждого из четырех огоньков Но подпишите, времени у вас немного Какая красота! Ну что, Милочка? Вы готовы? Всегда готовы Готовы к чему? К тому, что мир сейчас изменится навсегда Начинайте! Наступает час расплаты Исполняются мечты Не для путников острота Из объятия без злоты Забывает злая вьюга Ветер, снег со всех сторон Вдруг наверх забудет друга Я даю вечный сон Растикайся тьма повсюду Чтоб исполнить мой совет Нету жизни места чуду Гаснут звезды Гаснет свет О! Ради чего мы все это затеяли? Последний сток чудесных огней новогодней еле Скажи, что у вас есть советное желание? И о чем же мечтает снежная королева Холодными зимними вечерами Вечная тьма, лютый холод И так на скончание веков Что ж, наше желание совпадает Теперь нас ничто не остановит Мы будем править миром вместе Две великие волшебницы Две королевы на шахматной доске Все кончено для королев и сварных Фигуры шахматные, им пришлись к лицу О, добрая волшебница, Депан Мне очень жаль, что мы пришли к концу Огни сверкают в нос на наши вели Волшебным светом, и вокруг светло, как днем Друзей спасибо, Толя, в зиме Навеки им учет за стыд в бою Неужто мы, пять могущественных волшебников Не сможем одолеть волшебство снежной королевы? Она очень сильная ведьма, но попытаться стоит в любом случае А что, если использовать силу огней новогодней елки? Хорошая идея, но для преумножения силы волшебства нам понадобится помощь Вы поможете нам? Да! Я как раз придумал волшебные слова На елочке ярко сверкают огни Друзей от и грех нам помогут они Запомнили? Да! Теперь все вместе На елочке ярко сверкают огни Друзей от и грех нам помогут они Дедушка! Мученька! Мы живы! А у меня только жива нет Нет! Это наоборот! Начало новой сказки НОВЫЙ ГОЛ! А имя этой сказки НОВЫЙ ГОЛ! НОВЫЙ ГОЛ! На ю compose Субтитры создавал DimaTorzok